Ну что, отгремели новости о грядущем дополнении Черный Арсенал. Отгремели, но не все слушали внимательно, потому давайте повторим, разберемся и приправим это неофициальной информацией из сливов и утечек. Ах да, привет, меня зовут Джон Лейни и это новое видео на канале Трипл Вайп. Итак, первое расширение второго года для Destiny 2, Черный Арсенал, выйдет 4 декабря. Для того, чтобы в него поиграть, тебе нужно иметь Destiny 2, дополнение Отвергнутые, которое теперь включает в себя военный разум и проклятие Сириса. И конечно, нужен годовой абонемент Отвергнутых, он даст вам доступ не только к Черному Арсеналу, но и к двум дополнениям, которые выйдут после него. Команда Трипл Вайп уже собирала для вас кое-какую интересную информацию о грядущем дополнении в группе, но я знаю, что далеко не все читают, а зря. Парни стараются, пишут крутые материалы. Опять же, ссылка под видео. Как и статью в группе, поделим видео на две части. Сначала поговорим об официальной информации, а затем уйдем с головой в слухи и догадки. Итак, официальная информация. На старте Отвергнутых нам тизерили вот такие карточки дополнений. По ним можно было отгадать тематику каждого дополнения и узнать первую инфу о том, что же нового добавят в игру с каждым DLC. В части черного арсенала мы можем видеть, что контент также делится на платный и бесплатный. В качестве бесплатного контента абсолютно все игроки, все. А вот если у меня не куплено, все, дружище, все. Не получат только те, у кого не куплено Destiny 2. Ну так вот, все получат следующий пакет. Сезонный ассортимент Эвервес. Новый тип оружия, тяжелые пулеметы. Первый у нас уже есть, Владыка Грома. Вот обзор. Новое снаряжение, новый контент в Гарниле, сезонные ивенты вроде Железного Знамени и Рассвета. Так что даже если ты скуп как персонаж из сказки, ты все равно получишь контент. А вот бояре, обладатели годового абонемента получат следующий контент. Доступ к черному арсеналу, специальные задания и квесты. Новое рейд логово, новый экзотический и легендарный лут, новые триумфы и обновленную коллекцию. Но на этом в общем-то официальная информация и заканчивается. Не особо-то и много, но очень скоро ее будет появляться все больше и больше. Так что оставайся на связи, подпишись и тогда уже у тебя вопросов никаких не останется. Ну а сейчас датамайны, догадки и слухи. Далее я поделюсь информацией, которая не является официальной. Все это либо догадки, либо сливы, либо мечты игроков. Получено все в основном с форумов Reddit. Еще на тот момент, когда у нас в группе собиралась эта инфа в статью, среди слухов было и то, что релиз планируется на 4 декабря. В итоге дата сейчас официально подтверждена, так что может и остальное окажется правдой. Нам обещают возвращение экзотического револьвера The Last World. Последнее слово. Этой инфой поделился игрок под ником AnonThe9, который кстати уже имеет репутацию проверенного инсайдера, поскольку еще летом давал инфу по отвергнутым, а совсем недавно сливал этапы квеста на владыку грома. Я уже говорил, Last World лучший револьвер из существовавших во вселенной игры. Но уж очень я боюсь, что его перенесут в игру, он будет работать как работал в первой, и будет разносить все и вся в пвп, а потом очередная армия разноется и его занерфают до мусорного состояния. И придется его убирать в хранилище. Такой судьбы этому красавцу я бы очень не хотел. Сейчас же вот ноют, что владыка грома слишком мощный. Не дай бог разрабы послушают и хоть как-то порежут урон или еще какие параметры этому экзоту. Ладно, сейчас не об этом. По другим данным, еще и айсбрейкер вернут, но в это я совсем не верю. При текущем балансе слотов оружия, снайперская винтовка, которая восстанавливает патроны из воздуха, никак не влезает. Однако, будет вот такая винтовка. Выглядит это все. Антураж, темная экза с загадочной символикой и причудливым оружием. Прямо очень интригующе. До мурашек. Что касается активностей. Новая рейд логова будет на ЕМЗ и будет располагаться в старом городе. Это опять же по информации от Анон Зе Найн. Не знаю как вы, а я наоборот рад, что не добавляют на скорую руку новые локации, а развивают старые. Повторение истории с Меркурием на мой как не надо. Спасибо. Обещают появление новой фракции. Семь серафимов. Их знамена, кстати, были в концептах еще до выхода первой части Дестини. Но места им тогда не нашлось. Те, кто знают как тяжело создавалось Дестини, не удивятся, что очередная деталь ушла под нож. Я уже упоминал о том, что была инфа о добавлении нового тира оружия. Блэк. Черное оружие. Которое якобы будет ценнее и эффективнее экзотического. Сложно представить, как это опять же будет использоваться. Возможно это оружие классовое, которое может использовать только один носитель. Может это комбинация сразу нескольких видов оружия, вроде снайперской винтовки тире меча. А может и вовсе оружие, которое игроки будут ковать самостоятельно выбирая перки под себя. Кто знает. Возвращаясь к теме расширения старых локаций. По слухам, Европейская Мертвая Зона будет расширена на две новые территории. И я очень надеюсь на заметную смену антуража. Элементарно, если сравнивать Космодром и ЕМЗ, это же разные совершенно места. Но оба на одной планете и довольно близко территориально, если оценивать в масштабах космического приключения. Также по некоторой информации, в игре появится новый режим выживания против врагов, Хорд Мод. Который станет продолжением и развитием идей эскалационного протокола и слепого колодца. Но главными антагонистами дополнения могут стать Вексы. Напомню, Вексы самая сложная структурированная и опасная сила во вселенной игры. Так что нельзя их недооценивать. В общем-то, на этом пока информация заканчивается. Напомню лишь, что несмотря на то, что дополнение выходит 4 декабря, третий сезон будет окончен уже 27 ноября. Чтобы узнать подробнее о сезонах, о том как они работают и что нужно успеть выбить до его окончания, посмотрите статьи по ссылкам, которые я оставлю в описании. Спасибо, что посмотрел видео, Страж. Не забудь поставить свой черный лайк, поделись роликом с друзьями, которых мучают вопросы по грядущим обновлениям, и подпишись на канал. До связи!